Лучшая часть отечественной интеллигенции, философов, историков и литераторов 90 лет назад была отправлена в вынужденную эмиграцию. Судьба и творчество высланных из России до сих пор занимает наших ученых-современников. Ведь отечественные мыслители не растворились в потоках эмиграции, а наоборот открыли миру совершенно неизвестную интеллектуальную Россию. Поговорить о судьбе российской философии в 20 веке ученые собрались на Всероссийской научной конференции «Философский пароход» в стенах Ивановского энергоуниверситета. Это очень важно сохранить преемственность сегодняшней философии с той русской философией, которая была до высылки из Советской России. И конференция как раз посвящена этим вопросам, то есть это философский пароход и судьбы русской философии в 20 веке. Опыт русских философов и литераторов, полученный в изгнании, должен стать бесценным для понимания судьбы всей страны в целом. Философы и историки уверены, только изучая прошлое, можно постичь настоящее, а возможно и предвидеть будущее. Мы пытаемся создавать политическую философию. Это не философия политики и не политология, а это философия, которая отвечает на вопросы сегодняшнего дня. Занимает ли кто-то сейчас вот это место, которое эти философы занимали в 10-20-е годы, когда философия действительно стала центром гуманитарной культуры, а философы стали еще и очень серьезными политическими мыслителями, которые пытались дать ответы на вопрос о развитии России. Например, философия Гегеля должна помочь нам понять болотную площадь, условно говоря. В рамках научной конференции ученые презентовали своим коллегам из других регионов собственные монографии, книжные серии, а также журналы по современной философии. Часть представленной литературы по окончании встречи направят в книжные фонды Ивановских библиотек. Анастасия Николаева, Олег Милюхин, Иртова Иванова.